Доброе утро, друзья! Новое утро снова в эфире! И мы готовы делиться с вами хорошими и полезными новостями, дарить настроение и нашу любовь. Итак, на часах 6 утра, на календаре 3 октября. С вами Жаргалма Бадмаева. И это утро я приведу вместе с нашим гостем. Встречайте, Лариса Санцанова, медицинский психолог республиканского наркологического диспансера. Вы прекрасно выглядите. Доброе утро. У нас теперь новое правило. С каждым гостем мы немного танцуем. Поехали. Для настроения. Доброе утро. Просыпайтесь, наши горожане. Лариса, как вы умеете делать? Давайте как-нибудь вот так повторяйте за мной. Как вы раньше танцевали на дискотеках? Итак, настроение поднялось? Да. Фотос появилось? Я вас приглашаю. Присаживайтесь. Итак, Лариса Баировна, мы вас пригласили не просто так, потому что 3 октября – это не просто 3 октября, а отмечается Международный день врача, а еще День трезвости. Вы знали об этом? Да, Всемирный день трезвости. Вот расскажите, пожалуйста, вот про этот День трезвости. Зачем вообще нужен этот праздник и как его вообще нужно отмечать? Ну, начнем с того, что у нас в календаре два Дня трезвости. Один уже прошел в сентябре. 11 сентября – это Всероссийский день трезвости. А 3 октября – это Всемирный день трезвости, который отпечается во всем мире. И эти дни призваны, наверное, обратить внимание людей на проблему алкоголизма, проблему наркомании, насколько это важно быть трезвостью и сохранять свое здоровье. Просто, если честно, я до этого, когда готовилась к программе, я даже не знала, что такой день существует. И этот праздник действительно нужен. Вот скажите, какая статистика у нас в Бурятии за этот год? Ну, на сегодняшний день, скажем так, около 8500 человек состоит, вернее, зарегистрировано в наркологическом диспансере как люди, страдающие алкогольной патологией. Это различные алкогольные психозы, синдром зависимости, пагубное употребление алкоголя. И причем возраст, я хочу отметить, да, людей, самое большое количество людей, которые вот страдают алкогольной зависимостью, это от 30 до 55 лет. То есть, что такое 30 лет? Это совсем молодые. 30 лет уже человек имеет определенный опыт семейной жизни, да. А со скольки вообще начинают употреблять алкоголь? У нас есть даже люди, достаточно большое количество людей, которые проходили лечение в возрасте 20-25 лет. То есть, это более 270 человек зарегистрированы с алкогольной зависимостью. Это большая беда на самом деле. Вы как медицинский психолог, что можете посоветовать, как бороться с этой алкогольной зависимостью? Прежде всего, нужно понимать, что это болезнь, ее нужно лечить. Но чтобы ее преодолеть, так скажем, ведь человек, страдающий любым другим заболеванием, он выполняет рекомендации врача, он проходит лечение, он выполняет рекомендации. И в данном случае, наверное, признание своей зависимости является первым шагом. Как мы должны относиться к этим людям? Чем помогать им? К сожалению, окружение часто совершает такие ошибки, сначала игнорирует эту проблему, думает, что она как-то решится сама собой. Затем начинает осуждать, преследовать. Затем начинает спасать его, решать все его проблемы. Все эти формы поведения, они неправильны. Да, нужно помогать, нужно поддерживать и помочь ему, наверное, в первом шаге к выздоровлению, помочь даже прийти с ним к врачу, обратиться к врачу. Да, вот это будут, наверное, реальные шаги и реальная помощь. А долго же ведь в обществе, когда человек пьет, ну, думают, что близкие думают, что ну, как-то это само собой пройдет и надеются, что проблема разрешится. Или многие не считают это проблемой. Вот я думаю, сейчас для наших зрителей будет такая, наверное, такая полезная информация, вот как различить зависимое поведение, признаки вот этого человека. То есть у меня, например, есть тоже такие знакомые, которые вот каждый вечер могут взять, купить, ну, посмотреть футбол или фильм вот за пенным напитком. Это уже вот что? Если это прям систематично происходит, это уже зависимость? Да, если вот нужно сравнить, сколько я пил до и сколько я сейчас пью, да, если это количество выпитого за вечер увеличивается, количество вообще вот этих употреблений, да, если раньше, там, допустим, раз в месяц и то реже, то если это каждую неделю, это уже плохой сигнал. То есть в зависимости имеет значение утрата вот этого количественного контроля, так называемого. И когда человек начинает меняться, меняется его характер, и когда алкоголь становится способом расслабления и способом, так скажем, времяпрепровождения и способом при любых ситуациях, обстоятельствах, в том числе стрессовых, становится неким каким-то вот средством успокоиться и так далее. Это очень плохой признак. Очень плохой признак. Ну, наверное, нашим зрителям эта информация будет сейчас очень полезна. Куда обращаться, если мы увидели эти признаки зависимого поведения и вообще? Потому что, как правило, страдает не только человек, который зависим, но и вокруг всей его, вот эта семья, дети, супруга, коллектив. Куда обращаться, что делать? Не нужно стесняться обращаться за наркологической и психологической помощью. Это первое. В республиканский наркологический диспансер можно по месту жительства, если человек в районе живет, да, к психиатру, наркологу обратиться. Ты вообще к любому, наверное, врачу, который подскажет, куда дальше обращаться. И самое важное – это не затягивать этой проблемой. Потому что чем дольше затягивается, и, к сожалению, есть такая проблема – поздняя обращаемость. Когда уже, к сожалению, да, необратимые последствия. Головной мозг нарушается, да, разрушается. Человек меняется настолько, что он уже не критичен к своему состоянию, не понимает и какие-то методы там реабилитации психологической и так далее, он уже… Ну, у него нет ресурсов, нет способности это пройти, к сожалению. Вот, Лариса Берна, вы сейчас, мне кажется, затронули очень важную тему, вот, и зрителям это будет полезно. Вот, какие… Что страдает в первую очередь от употребления алкоголя? Я не знаю, нарушается мозг, здоровье, что? Зрение садится, можно отслепно. Давайте вы перечислите какие-то признаки, что происходит в первую очередь. Всемирная организация здравоохранения считает алкоголизм биопсихосоциальной проблемой. То есть страдает тело, страдает психика человека, его личность и страдает его социальная жизнь, да, так скажем, взаимоотношения, его социальное здоровье. Если говорить о биологической составляющей, разрушается в первую очередь головной мозг. Головной мозг – это у нас что? Директор нашего организма, так скажем, да? Это наше всё. Да. И когда гибнут клетки головного мозга, и зависимость, она формируется, потому что нарушается биохимия мозга, ну, там много очень больших, такие изменения большие происходят. Человек становится зависим. Ведь вы, наверное, встречали, знаете, что алкоголезависимый, наркозависимый человек, он не может остановиться, у него влечение, тяга к употреблению. Это вот проявление нарушения работы головного мозга. Ну, вот вы сейчас тоже затронули такую, очень такую сложную тему. Давайте немного отличёмся от этой темы, мы ещё вернёмся. Я бы, вот знаете, что хотела сказать вам? Комплимент, вы выглядите прекрасно, вам этот красный жакет просто к лицу. А знаете ли вы, что ваша одежда транслирует вас, то есть может говорить за вас? Ну, наверное, есть такое мнение. А вот когда вы к нам собирались на эфир, вы вообще, когда подбирали гардероб, о чём вы думали? Вот как это вот чёрный цвет, белый, красный? Просто подбирали или как-то? Ну, всё равно я думала, конечно, как любая женщина, да, что надеть и выбрала то, что сегодня мне по настроению. А какое у вас настроение? Хорошее настроение, отлично. Ну, красный цвет, он всегда такой говорит о какой-то женственности. Сегодня вы выглядите очень женственно. Просто я не знала вот на нашей новой рубрике, которая будет следующая, что по числам есть какой-то... У каждого числа есть своя магия. Вот сегодня 3 октября, и оказывается, вот наша одежда вот транслирует женственность, лёгкость. Об этом более подробно мы узнаем прямо сейчас в нашей следующей рубрике «Погода со стилистом». В эфире прогноз погоды. Сегодня 3 октября. Утром температура воздуха составит минус 3 градуса, и днём прогреется до плюс 4. Осадков никаких нет, есть небольшой ветерок. Ну, а как оставаться всегда в тренде и быть стильным в любую погоду, нам расскажет стилист-психолог Надежда Семёнова. Всем привет, Надя! Всем привет! Привет! 3 октября начнём, да, что этот день транслирует. Так как я стилист-психолог, я всё-таки говорю не только о трендах, но и о том, что же должна транслировать девушка, человек. Итак, третье число. Так, держи. Это карга, кстати, это самый-самый тренд. Шьётся у нас в Лану Де. Да, белого цвета. Итак, третьего числа что транслируем? Мы транслируем женскую силу, женственность. Мы должны нести очень достойно, да, и показать свою статусность. И поэтому я выбрала вот такой жакет. Он, смотрите, какая у него фактура жёсткая. Он какой-то необычный. Да, он необычный. Прорези. Прорези. И силуэт у него приталенный, и показывает всё-таки женственность, да. По фактуре вот этой ткани тоже есть такая некая сила, да, жёсткая. Всё такое плотненькое. Плотненькое, да. А свет, цвет, да, белый, это показывает всё-таки, что мы девочки. Мы несём свет в этот мир. Что мы хорошие люди. Да, да, да. У нас светлые посылы. Поэтому оставайтесь в тренде и транслируйте тебя. Итак, получается, сегодня третье число, 3 октября. Мы сегодня женственные, несмотря на осень, мы очень лёгкие и женственные. Здорово. Увидимся мы с вами завтра. Пока-пока. Пока-пока. Новый утро продолжает. За окном холодно, но это не повод мне проявляться во всей своей красе. Из нашей рубрики мы поняли, что нам сегодня нужно нести в этот мир только женственность и лёгкость. Кстати, о лёгкости. Лариса Баировна, что вы готовите на завтрак? Вот по вам кажется, что вы вообще вот кушаете прям вот крошечные какие-то порции. Ну, я готовлю стандартно, это кашу, либо яйцо утром, кофе или чай. А что предпочитаете? Вот плотненько покушать утром, либо вот в обед вот так прям хорошечно? В обед, наверное. В обед, да? Вечером так лёгкие. А мне вот наоборот, я прям завтракаю, прямо вот у меня куча-куча-куча всего, в обед чуть-чуть, а от ужина вот отказываюсь. Совсем отказываюсь. Ну да. Ну да. Ну могу вот сделать, знаете, что себе? Смузи. Вы когда-нибудь делали смузи? Да. Делали. В общем, смузи, здесь такой достаточно очень простой рецепт сейчас у нас будет. Мы, я привезла то, что было у меня вот в холодильнике, то, что вот есть в холодильнике, можно просто накидать и всё. Тут вот у нас киви, бананы и тадам, отруби. Вообще про этот напиток смузи я спросила не просто так, потому что сегодня день смузи. Вы сегодня будете моим помощником. Хорошо. Можно вас попросить сегодня вот чуть-чуть порезать, помочь мне. Итак, давайте начнём. Что вы хотите резать? Бананы? Киви? Давайте бананы. Давайте. Я вот киви. Но пока мы тут всё измельчаем, дорогие зрители, я хочу вам рассказать очень полезные факты о смузи. Смузи стал продаваться ещё в 30-х годах 20-го века в Калифорнии, но стал очень популярным в США только в конце 60-х годов, когда магазины так называемого здорового питания начали продавать их. Сам термин смузи появился в конце 60-х годов в культуре хиппи, а в 1980 году рост популярности спорта и здорового образа жизни привёл к дополнительному развитию индустрии продуктов здорового питания. За это время открылись первые специализированные бары соков и коктейли, неотъемлемой частью меню которых были смузи. Думаю, что это утро стало для вас чуточку полезнее, столько всего вы узнали. И я тоже узнала вот про хиппи, про вот это вот всё, я не знала, но догадывалась, что, скорее всего, мне кажется, это такое блюдо для ленивых, вам не кажется? Да, и он, оказывается, давнюю историю имеет, я даже не знала. Я думала, что это появилось вот, знаете, когда вот эпоха вот этих зумеров, которые вот всякие айфоны с айфонами вместе, а оказывается вообще очень-очень давно. Вот скажите, вот всё-таки давайте вернёмся к нашей теме. Здоровое питание, вот я не знаю, какие-то здоровые привычки, как вот лучше внести их в нашу жизнь, чтобы вообще не думать об алкоголе и чтобы вообще не употреблять? Что вообще должен делать человек, чтобы вообще в эту сторону не смотреть? Ну, на прилавке вот этих винных напитков и так далее. Чем больше человек думает об этой проблеме, наверное, как-то он зацикливается на этом. А, он сам себе погранировал. Лучше не зацикливаться, да. Да. Наверное, важно какую-то цель для себя, вот во имя чего это делать, да. То есть во имя чего я занимаюсь физической активностью, во имя чего мне вот это правильное питание. Не только вот, да, здоровье понятно, но ещё какие-то важные ценности, так скажем. Вот мне всегда было интересно, вот говорят же, что вот это ещё передаётся вот как-то по генам. Вот если вот у тебя папа, он вёл здоровый образ жизни, спортсмен, а сын... Да, но наследственная такая генетическая предрасположенность имеет место быть, да, она влияет, но очень многое же зависит от самого человека и его поведения, от образа жизни, и человек, у которого родители злоупотреблять, не обязательно, что он станет зависимым. Может быть, всё-таки гены, они как бы важны, но всё-таки вот окружение как-то? Важна его направленность личности, так скажем, ориентиры вернее, да, какие ценности. Если вот для вас ваша карьера ведущая важна, она же ведь имеет ценности. Конечно, да. Вы же не будете терять эту работу, да, и потому что вы будете стараться выглядеть красиво, да, быть в трезвом уме, так скажем, да, сохранить своё здоровье как психическое, физическое. То есть ценность для чего, да, вот ориентироваться на свои ценности. А вот как вот родителям, вот вы как психолог точно знаете, как вот родителям понять, что кажется, наша сыночка или дочь, а вот куда-то попала не в ту компанию, либо уже есть какие-то первые вот сигналы того, что ребёнок не на том пути, какие-то ценности себе ориентиры не те выбрал. Вот какие сигналы для родителей? Для подростка, конечно, да, сложно. Он ищет, он в таком возрасте может попасть в дурную компанию, да, но всегда этому есть причина. Нужно понимать, что часто причина в семье бывает, что-то сбоит в семье, значит, какая-то функция эмоциональная может быть, да, какие-то не очень доверительные отношения, может он себя чувствует одиноким и так далее. Ну, то есть родителям нужно проанализировать ситуацию и обратиться к психологу, например, к школьному психологу, медицинскому психологу можно обратиться. Если не получится выяснить, да, первонаперво вообще попробовать поговорить с ребёнком. Ну, вообще, если честно, мне кажется, что здесь всё-таки вот, если вот всё-таки ребёнок в подростковом возрасте начинает употреблять это, то это проблема, конечно же, не только вот ребёнка, но и родителей. Почему они не доверяют своим родителям? Это же тоже большой вопрос к родителям. То есть они, возможно, его... Что? Почему не доверяет ребёнок своим родителям? Ну, это может быть что угодно. Это не такие малозаботливые отношения со стороны родителей, да. Изначально нет доверия, либо слишком строгие, да, которые вот прямо давят на ребёнка. Разные, то есть такие крайности воспитания, они всегда влекут разные проблемы. Обязательно с наркотиками связаны, ну и какие-то другие. Но важно понимать и разобраться. А разобраться может помочь психолог тоже, да, или же обсудить это вот вместе, внутри семьи. И решить, может быть, какие-то форматы отношений изменить. Ну и вообще, мне очень нравится, что наше вообще поколение меняется, и к психологу ходить это нормально, это не стыдно. Если раньше, ой, я пошёл к психологу, боже мой, значит, что-то с моей головой не так. Нет, у всех есть проблемы, и нужно обращаться к специалисту. Да, психолог – это тот человек, который как раз-таки помогает разобраться в себе. Он не решает его проблемы, он помогает ему разобраться и определить, ну, то есть по помощи определения, там, скажем, дальнейшего пути, да, что как я должен поступать, что со мной не так. Ну и эмоциональная поддержка – очень большое значение. Психолог это умеет делать, поддержать. Каждому человеку нужна поддержка, слова поощрения какие-то. Как есть выражение у психологов у нас, да, подружитесь с подростком до подросткового возраста. Это то есть до какого возраста, получается? Ну, до 10-12 лет. Ага, у нас… То есть с самого рождения надо с ребёнком сформировать такие доверительные отношения. Но при этом нужно понимать, что слишком, да, вот, опекать ребёнка, да, слишком… Вот некоторые родители, когда мы очень у нас хорошие доверительные отношения, но при этом нету никакой самостоятельности у ребёнка. То есть не впадать в крайности. Да, то есть бывает же, мама как горшины просто вот над своими детьми, и ребёнок просто вот вообще уже не самостоятельно, не знает. Он не знает ничего, да. Вот вы заметили, я сейчас сюда добавила отруби. Я обожаю отруби, потому что это так хорошо помогает пищеварению. Вы не пробовали отруби добавлять? Нет, смузи нет, не пробовала. А в кашку добавляете, наверное? Да. Итак, я хочу сейчас вам доверить самое важное, что тут должно происходить, вот это вот измельчить всё в блендере. Хорошо? Хорошо. Давайте мы с вами поменяемся местами. Так, где тут включается? Так, всё уже включено. Так, я буду держать эту штуку. Да, вот эту вот. Вы погружаете блендер. Вы доверяете мне? Поехали. Умение. Вот, вот так, вот. Ну, кажется, вы хорошо сами справляетесь. Вот, вот так, чуть поднимаем её. Ага, вот такая вот каша всё у нас получается. Да, ещё. Выглядит, возможно, не очень аппетитно, но это вкусно. Да, это полезно. Так. Вообще, Лариса Баимовна, у вас очень хорошо, примерно, сейчас меня не будет слышно, сейчас вы закончите, я вас кое-что спрошу. Так, давайте посмотрим, ну, вроде бы всё. Всё, вроде бы всё. Ай, какая вкусняшка, пахнет так вкусно. Давайте вот это вот сделаем. Рецепт-туре. А ещё, кстати, я с дочкой люблю делать йогурты из вот этого смузи. В формочки добавляю. Так, смотрите, как это сейчас будет красиво, дорогие зрители. Кто сейчас опаздывает на работу, то тогда вам вообще вот, рецепт приготовить быстренько смузи, и ваш животик вам скажет спасибо. Можно добавить туда орешки, йогурт, молочко, чтобы стало ещё вкуснее. А мы добавили просто то, что вот прям схватило из холодильника, что было. Вот, смотрите. Так бы я никогда бы не съела бы два банана за раз, или четыре киви. А тут, смотрите-ка, хоп. Ну, давайте, выпьём. Чокаться не будем? Да. Не будем. День трезвости. А за ваше здоровье, чтобы никто в этом мире не болел вообще и не был зависим от алкогольной зависимости. Масло масляное, сказала. Ну, давайте. Очень вкусно. Точно? Да. Мне не вредно? Ну, а вообще, мы же помним, что сегодня у нас ещё всемирный день врача. Кстати, почему мы вообще решили пойти вот именно в медицину, помогать людям, скажем так? Профессия психолога, она же предполагает помощь людям. Мне, вот, когда я выбирала эту профессию, мне помогла моя мама. Ну, в 17 лет же человек, когда поступает в университет, он не всегда осознаёт эти вещи. Но мне потом пожелали? Нет, я начала учиться, обучаться этой профессии, я очень, ну, мне это понравилось. Ну, и решила прийти в медицину, потому что, зная патологию, да, психология – это норма. То есть я на тот момент считала, что, зная патологию, легче, ну, ты больше знаешь и лучше помогаешь другим людям. Я не пожалела о своём выборе, я уже 20 лет работаю медицинским психологом. Мне кажется, когда в семье есть врач, то это вообще просто спасение. Вам часто звонят? Тётя Лариса, а что, вот, какие лекарства? Нет, ну, на счёт лекарства я не занимаюсь, фармакотерапией, а вот, да, какие-то вопросы по лечению, куда обращаться, да, очень часто звонят друзья, родственники. Отлично. И сейчас я вот хочу нашим зрителям и вам показать наш следующий сюжет, который приготовили наши корреспонденты, сюжеты на эту тему. Далее рубрика «В контексте». Я родился в Советском Союзе, и, соответственно, в то время такое воспитание прошло. Наверное, поступая, допустим, в медицинский институт, наверное, никаких определённых целей такого личного такого не преследовал. Просто быть полезным обществу, людям. Такие мои взгляды были. Эти взгляды, я думаю, в течение этого времени не изменились. Даже вот, когда поступая, я знал, наверное, я буду что хирургом. Ну, хирургическая помощь – это экстренная помощь. Сразу оказываешь помощь, свой результат сразу видно в ближайшее время. Раньше среди хирургов ходило оперировать анатомично, тканям относиться физиологично, да, и, наверное, по-человечески, вот, три. Требования мои, ну, кратко, можно так сказать, отношения к своей работе, работе хирурга. Ну, будучи районным хирургом, когда я только начинал, это практически первый год работал, а это было в посёлке Усть-Баргузин, но первый год я работал. Практически со мной помощника не было, врача-настезиолога не было. Это было в участковой больнице. Привезли 17-летнего парня, медведь раздрал. Открытая черепно-мозговая травма с трёх сторон черепа, да, ну, натуральной мозги, вначале, и перелом множественной грудной клетки. Вот это запомнилось. И что я адекватно помощь оказал, это ребёнок жил и в последующем, сколько через некоторое время я узнавал, он где-то прокурором какого-то района Иркутской области работает, да. Ну, этим я, как бы сказать, дружусь, что я первый именно помощь оказывал. Ну, видимо, это должна быть, конечно, любовь своей выбрана в работе. По-моему, из древних философов Толик Конфуция сказал, если хочешь, как бы, нигде не работать, выбери самую любимую работу, и это, как будто, хобби будет. Ну, в этом плане, я думаю, я правильно выбрал профессию, и я, несмотря на тяжесть, все эти нагрузки, то есть, не считаю, что это у меня в тягости. Всем хочется пожелать мирного неба. И остальное у нас всё, наверное, полмом станет. Всё устаканится, всё на свои трубы поднётся. Как раз не завтракала с мужем прямо. Итак, новое утро продолжается. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Лариса Сансанова, медицинский психолог республиканского наркологического диспансера. Тема нашего дня – День трезвости. Его отмечают во всём мире 3 октября. Лариса Баировна, я хочу задать, пожалуй, самый важный вопрос. Какие методы лечения есть? Вот, в зависимости. Методы лечения есть как фармакотерапия, то есть, какая-то лекарственная помощь. Если, допустим, человек находится в таком длительном употреблении, у него интоксикация, он не может остановиться, у нас стационарное лечение проводится, когда нужно детокс, так скажем, провести человеку, спасти его жизнь буквально в смысле. Но дальше, прошу прощения, дальше начинается самое, наверное, сложное. Это достаточно длительный путь его отказа от употребления. То есть, здесь очень много таких психологических, социальных моментов. Он должен научиться справляться с этой зависимостью, с этим влечением к алкоголю. Для этого оказывается психологическая помощь. Есть такая форма, как реабилитация. У нас есть стационарное отделение, где 3 месяца они проходят, они там находятся. Реабилитация. Это очень интересное отделение. Это платно? Есть на бюджете, есть платно, есть разные варианты. И он проходит эту реабилитацию с такими же другими пациентами. Они занимаются в группах. Создаются группы. Это проводятся психологические тренинги, индивидуальная помощь. Врач оказывает помощь. Даже есть специалисты по социальной работе, которые помогают ему в насущных социальных проблемах. Ведь когда человек становится алкогольно-зависимым, наркозависимым, у него даже утрачиваются вот такие навыки, он не может найти работу и так далее. В этом тоже помогают. Есть там даже, представляете, швейная мастерская. Это так называемая трудотерапия. Там очень много, ну, не только шьется, да, там шьют они, там, разные. Изготавливают подделки. Изготавливают подделки. Мелкая такая... Такая рефлексия. Да, мелкая моторика развивается. Это как бы времяпрепровождение. Это еще как бы творческий, да, момент, когда человек что-то создает. И эти группы, подгруппы, так скажем, пациентов, они еще между собой соревнуются, разные там конкурсы готовят ко всем праздникам. То есть наша задача научить человека жить без алкоголя, без наркотиков. Чтобы он увидел мир, что в мире настолько много прекрасного. Они ходят в театр, кстати, да, большая благодарность нашим театрам, музеям, которые помогают, поддерживают их бесплатно, да, они могут посещать и соприкоснуться с прекрасным. И есть среди наших пациентов люди, которые никогда не были ни в театре, ни в музее, к сожалению. То есть наша задача – показать человеку, насколько этот мир прекрасен, и как можно, как может жизнь заиграть красками без алкоголя, да. Ну и вообще, мне кажется, знаете, что, Лариса Баирина, когда вот все-таки в коллективе, в группах, как будто бы быстрее можно излечиться. Я вот предлагаю вам и нашим зрителям, чтобы закрепить весь материал и помнить о вреде алкоголя, посмотреть на следующий материал. Далее – полезные рубрики. Бегство в наркотике – это путь в никуда. Почему так сложно избавиться от наркотической зависимости? Рассмотрим, что происходит в головном мозге во время употребления наркотика. Когда речь идёт о зависимости, нужно понимать, что происходит изменение биохимии мозга. Есть такие вещества химические, которые называются нейромедиаторы. Так вот, наркотики, они замещают эти вещества, а эти вещества отвечают за регуляцию настроения, за удовлетворение, за удовольствие. И человек привыкает к употреблению наркотика, и он не получает нормальным способом, обычным способом удовольствия от жизни. Он не может радоваться жизни, не может достигать каких-то целей. И происходит такая физическая зависимость, ну и психологическая зависимость. Меняется характер человека, ему очень сложно регулировать своё настроение, эмоциями совладать. И вот здесь очень такая, ну, большая, можно сказать, комплексная проблема. Наркотики убивают клетки головного мозга, нейроны. Человек становится депрессивным, может быть, раздражительным. Часто возникают в состоянии наркотического опьянения психозы, когда человек становится неадекватным, у него могут возникать галлюцинации, бред. Это очень опасное состояние. И многие люди думают, что употребляя наркотики, они становятся какими-то более активными и так далее. На самом деле наркотики дают очень кратковременный эффект какой-то психомоторного возбуждения, но затем следует много таких серьёзных последствий в виде депрессии, заболеваний, очень частой передозировки и смертельное отравление. Ну и, соответственно, несчастные случаи могут возникать. Наркотики отнимают силы, энергию, они вызывают множество проблем, и, соответственно, употреблять их, конечно, ни в коем случае не стоит. Большинство наркотических веществ приводит к зависимости, к очень быстрой зависимости, и процесс выздоровления, процесс реабилитации, он очень долгий. И не у каждого, к сожалению, получается отказаться от употребления наркотиков. Продолжительность жизни среди наркозависимых очень короткая, и также сопряжена различными несчастными случаями и заболеваниями. Важно понимать, что бегство от проблем в наркотике – это очень опасный путь, и очень много способов в этой жизни получать удовольствие, радоваться жизни. Это общение, это хобби, увлечение, это какие-то цели в жизни. И когда человек достигает своих целей, когда у него гармоничные отношения с другими, близкими, то все проблемы решаются. Бегство в наркотике – это путь в никуда. Новое утро снова с вами. Продолжим его хорошими новостями нашей республики. Чем нас порадовали земляки, узнаем прямо сейчас. Начнем с героя, который останется в памяти каждого жителя Бурятии. В Алнуде почтили подвиг Алдара Цединжапова 24 сентября, 12 лет назад. Моряк спас более 300 сослуживцев. Торжественные мероприятия в честь героя прошли в Алнуде и на родине Алдара в поселке Агинское Забайкальского края. 24 сентября экипаж готовился выйти в море, но в 4 часа утра произошел пожар. Из-за прорыва в топливном отсеке корабль мог взорваться. Алдар бросился в очаг и перекрыл вентиль. Выбрался через 9 секунд, но получил ожоги, несовместимые с жизнью. Алдару Цединжапову присвоили звание Героя России посмертно. В его честь назвали улицы в Иркутской области и Забайкальском крае. В Алнуде имя героя носит кадетская школа номер 57. В Бурятии стало еще известнее. Популярный танцор Евгений Попунаешвили сделал своим шоу выпуск о нашей республике. Хореограф побывал на Байкале, в Ацагате и Улан-Удэ. Об увиденном он рассказал в программе о путешествиях по секрету всему свету на России 1. Он показал и рассказал про йохор, бурятские шахматы, разбивание хребтовой кости, национальные костюмы и многое другое. И самое любопытное, все это танцор попробовал сам. После Попунаешвили приготовил хор-хок вместе с мясным ювелиром из Заиграевского района. Процесс приготовления ведущий назвал экстремальным, но результат его приятно удивил. Последним из списка мест хореографа стал театр оперы и балета в Алнуде. Там он познакомился с национальным балетом и даже попробовал освоить пару движений сам, для полноты картины облачившись в костюм. А для нашего следующего героя костюмы не нужны, она покорила всех своим талантом и умом. Учитель из Бурятии Елена Вострикова поборется за место в финале телешоу «Классная тема». Заявки на участие в проекте на канале «Россия-1» подали 6000 педагогов, а в полуфинал прошли всего 35, в их числе и Елена Вострикова, учитель биологии и географии средней школы номер 56 Кабанского района. Семь педагогов, которые пройдут отбор и станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия-1», где приведут самый увлекательный урок в своей карьере, а победитель получит приз авторскую программу на федеральном канале. Держим кулачки за нашу землячку «Уракша». Это были хорошие новости, а мы продолжаем наше утро. Всем привет! Ну что, готовы продолжить разбираться с ударениями в русском языке? У меня для вас еще много примеров. Огласите весь список, пожалуйста. Сегодня на повестке «Новорожденный или новорожденный?» «Каталог или каталог?» Обо всем по порядку. Только что родившийся – это все-таки новорожденный, согласно литературной норме. Вариант «Новорожденный» помечается в большинстве словарей исключительно как «разговорный». А русское словесное ударение и вовсе не допускает такое употребление. Кстати, больше других грешат вариантом «Новорожденный» медики. И вновь мы встречаемся практически с профессионализмом, то есть словом, свойственным в употреблении конкретному профессиональному сообществу. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. А теперь предлагаю раз и навсегда разобраться с каталогом или каталогом. Как все-таки правильно? Казалось бы, каталоги с косметикой и одеждой вытеснили интернет-магазины, но проблема с произношением слова осталась. Запоминайте, список, перечень каких-либо однородных предметов называется каталог. Без вариантов. При склонении по всем падежам. И даже в форме прилагательного – каталожный. На, серьезно! До встречи завтра! Новое утро снова с вами. Со мной моя прекрасная, выражительная гостья Лариса Сансанова. Ну как вам? Наши новости хорошие? Хорошие. Порадовали? Да. А вы когда-нибудь пробовали сами делать хош-хонок? Да, пробовали. Пробовали? Вам нравится? Вкусно? Ну да. А вот эту вот книжечку, которую вот чистить нужно, вот все-все-все-все? Пробовала. Пробовали? А вот не сложно ли это все делать? Я просто вообще не умею. Ну что тут сложного? Чисти домой и все. И потом и кушай, да? Ну если честно, я к вам тоже с хорошими новостями, а точнее с хорошим предложением. Давайте проведем зарядку. Наверное, вы делаете ее по утрам. Даже? Честно, не каждое утро, но делаю. Йогу, наверное? Йогой занимаетесь? Да. Отгадала. Ну по вам вот прям видно, что вы должны заниматься йогой. Ну давайте начнем с самого, наверное, простого. Что? Это вот, я вот не знаю. Можно нам музычку погромче, пожалуйста, для зарядочки? Давайте. На ширине плеч. И шея. Поехали. Мне кажется, офисные работники понимают. Можно в другую сторону? Давайте в другую сторону. Друзья. Знаете, что мне еще нравится? Вот так вот делать? Ну, главное... Можно так, давайте. Ну, что-нибудь полегче ходить. Да. Главное, резких движений делать. Без резких движений, хорошо. Давайте, вы руководите процессом. Я вам полностью доверяю, Лариса Баэровна. Давайте вот так делаем. И вот сюда. Вот так. Потянемся. Потянемся. О, мои волосы. На работе делаю. Ой, это помогает. Что еще? Ну, можно так. Вперед, назад. Друзья, вставайте, повторяйте за нами. Быстрее, быстрее. Тем, кто сидит, сидячая работа, да, ноги надо. Ноги, да. Вот так поднимаем. Мне кажется, чем чаще ты делаешь, тем кровь быстрее бегает по телу. А знаете, что я еще люблю делать? Вот теперь вы за мной повторяйте. Хорошо. Вот ножку поднимайте. И вот так. Так? Да. Вот так спина должна у вас там немножко похрустеть. Вот. И можно даже под музычку. А давайте чуть-чуть потанцуем. Давайте. Итак, друзья, мне кажется, сейчас у нас какая-то бодрость появилась. Чуть-чуть поднялось что-то настроение. Поднялось? Да, хорошо. Правда? Да. Я вам не верю. Точно? Да, да. Хорошо. Итак, друзья, чтобы и у вас поднялось настроение и появилось прямо желание рвать и метать сегодня днем вообще и до вечера, предлагаем посмотреть нашу следующую рубрику «Трицепс». Всем привет! Это рубрика «Трицепс». С вами Александра Кузьмина. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух, движение, жизнь. Но, как часто бывает, мы этим движением не занимаемся. Ищем оправдания тому, что не занимаемся спортом. Одним из них является то, что у нас нет на это времени из-за работы. Теперь у вас будет на одно оправдание меньше, ведь комплекс, который мы вам покажем на этой неделе, можно делать даже за рабочим столом. Поехали! Знали ли вы, что человек, работающий в офисе 8 часов, страдает от постоянных болей шейного отдела? И прямо сейчас я покажу вам несколько простых упражнений, которые можно выполнять сидя прямо в офисе. Так, ну, чего-то мне здесь не хватает. Ну, вот у меня появился стул. Почему стул? Потому что я хочу показать, как выполнять все упражнения именно сидя. Начнем с верхнего шейного отдела позвоночника. Начинаем наклоны в одну и в другую сторону. Здесь очень важно ощущать, как движение происходит непосредственно под нашим затылком. Наши мышцы должны приятно и плавно растягиваться. Это самое простое упражнение, от которого, в принципе, следует начинать такую гимнастику. С этим упражнением мы заканчиваем. В той же позиции начинаем делать повороты головы вправо и влево. Все упражнения делаем в среднем темпе. Обязательно чувствуем, как будто нас подвесили за затылок. Тянемся макушкой в потолок. Спину, конечно, держим ровно. И заканчиваем с этим упражнением. Теперь производим наклоны и закидывание головы именно в верхнем шейном отделе позвоночника. Вытягиваемся, плечики опускаем вниз. И поехали. Носик вверх, подбородок прижали вниз. Еще раз. Носик вверх, подбородок вниз. Вверх, вдох, вниз, выдох. Здесь очень важно именно тянуться носиком к потолку, чтобы упражнение было более эффективным. Еще раз. Вниз, выдох, вверх, вдох, выдох. И закончили. Теперь начинаем разминать верхний шейный и средний шейный отдел позвоночника пассивно. Поставим руку сбоку, так, чтобы мизинчик был под самым затылком. Вот здесь. Вторая рука на голову. И плавно накатываем голову на руку. Немного поддавливаем рукой. Шея и голова у нас должны быть расслаблены. При этом можно чувствовать небольшие похрустывания, но это нормально. Также возвращаемся назад. При выполнении упражнения ни в коем случае не должно быть какой-то интенсивной боли. Дальше мы переставляем на один позвоночник ниже, то есть просто руку немножечко ставим ниже. И продолжаем делать наклоны. Когда подходим ниже к шее, то есть еще ниже, ставим руку уже плоско. И делаем через нее наклоны. Еще раз. Проходимся вверх. И то же самое проделываем с другой стороной. Напоминаю, что здесь могут быть небольшие болезненные ощущения, могут быть даже щелчки, может что-то хрустнуть, но это совершенно нормально. Главное, чтобы не было какой-то интенсивной боли. Хорошо закончили. Этот комплекс упражнений можно выполнять каждые 4-5 часов после работы за компьютером. Будьте здоровы! Мир гораздо интереснее, чем он может показаться на первый взгляд. Даже самые обычные вещи и понятия иногда оказываются очень непростыми. Это интересные факты обо всем. И вот вам порция интересностей на сегодня. Нидерланды и Голландия – это не одно и то же, вопреки распространенному мнению. Так как Голландия – это лишь один из регионов этого государства. Впрочем, кому какое до этого дело. Главное то, что Нидерланды, как и другие европейские государства, могут похвастать поистине впечатляющей историей. И именно поэтому в эту страну едут сотни тысяч туристов ежегодно. В Нидерландах почти круглый год идет дождь. Но голландцы никогда не пользуются зонтами. Зато постоянно носят плащи и дождевики. Потому что очень трудно ехать с зонтом на велосипеде. И еще сложнее справиться с зонтом на сильном ветру, который дует здесь почти непрерывно. Голландцы являются самыми высокими людьми в Европе. Со средней высотой 1,81-1,84 для взрослых мужчин и 1,67-1,70 для женщин. На втором месте по этому параметру среди стран Европы стоит Черногория. Велосипедов в стране больше, чем людей. 18 миллионов против 17 миллионов. А протяженность велосипедных дорожек составляет невероятные 15 тысяч километров и постоянно растет. Нидерланды – родина многих известных художников. Всем, наверное, известны такие имена, как Рембрандт, Вайн Рейн или Винсент Ван Гог. В одном только Амстердаме есть, по крайней мере, 22 картины Рембрандта и 206 работ Ван Гога. Нидерланды известны своими тюльпанами. Но тюльпаны первоначально не росли там. Они были завезены с Османской империи в 17 веке. Сегодня же Нидерланды являются крупнейшим производителем и экспортером тюльпанов в мире. И не только тюльпаны. 75% цветочных луковиц в мире имеют нидерландское происхождение. Это были интересные факты обо всем. Увидимся в новом утре. Новое утро снова с вами. С вами Жоргом Абадмаева и Лариса Сансанова. Медицинский психолог Республиканского наркологического диспансера. Напомним, что тема нашего выпуска – День трезвости. Мы уже обсудили самые важные и ключевые моменты. Лариса Байерина, давайте вот такой вот общий итог. Самое главное – куда обращаться? Номер телефона, чтобы люди, которые, посмотрев наш эфир, поняли и не побоялись, позвонили и сказали о своей проблеме. Да, не бойтесь обращаться. Всегда можно обратиться за помощью в наркологический диспансер, за консультацией. Телефон доверия 565 911 работает круглосуточно. Лариса Байерина, на путьстве от вас давайте скажите нашим зрителям. Дорогие зрители, цените жизнь, она у нас одна. В жизни столько прекрасного. Ставьте цели, достигайте цели, будьте здоровы, берегите себя и друг друга. Ну, Лариса Байерина, я вас просто так с пустыми руками не отпущу, не уходите. У меня есть для вас подарок. Это шоколадное шампанское. Друзья, не употребляйте алкоголь, ешьте шоколад, он поднимает настроение. Ну и вообще, иногда так хочется чего-то сладкого в жизни, пускай это будет шоколад. Спасибо вам большое. Можно вас обниму, да? Спасибо. Спасибо большое, друзья. До встречи в эфире. Давайте потанцуем с вами. Удачи. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин